Здравствуйте и добро пожаловать в Институт подросткового служения. Большинство ребят постоянно общаются по телефону, между занятыми, дома, на улице, во время богослужения и, возможно, на вашей группе. Является ли это время, проведенное в социальной сети, положительным или отрицательным деленникам? В этом видео мы рассмотрим плюсы и минусы соцсетей. Меня зовут Джон Герриг. Сегодня мы начинаем новую серию под названием «Подростки в онлайн». В других видео мы рассмотрим некоторые опасности, связанные с пребыванием в интернете. Кибербуллинг, порнография, секстинг, хищники и так далее. Мы также обсудим, что вы, как лидер подростков, можете сделать, чтобы помочь ребятам не попасть в эти ловушки или выбраться из них. В описании к данному видео можно найти ссылку на конспекты к нему и также ссылки на другие видео из этой серии. Прежде чем перейти к плюсам и минусам социальных сетей, давайте посмотрим, как мы к ним пришли. Если мы вернемся на пару веков назад, то окажемся в сельскохозяйственной эпоке. Семи жили расширенными общинами, в основном в сельской местности. У детей было много обязанностей по хозяйству и совсем мало свободного времени. После революции мы вступили в промышленную эпоку. Дети стали обязательно посещать школу, и теперь им запрещалось работать. Поскольку они учились в школе, а летом ездили в пионерские лагеря, то они теперь общались в основном со своими сверстниками. Во второй половине 20 века у некоторых семей, но не у всех, в квартирах был один телефон. Затем на улицах стали появляться телефонные автоматы. Но сейчас мы живем в эпоку информационных технологий. Появился интернет, и в школах стали пропадывать уроки информатики. Я помню, как мои дети ходили со своими друзьями в компьютерный клуб в подвале нашего дома, чтобы поиграть в онлайн-игры. Затем последовал взрыв новой технологий. Появились социальные платформы, такие как Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, ТикТок и многие другие. Мобильные устройства позволили ребятам быть на связи со своими друзьями 24 часа в сутки. Большая часть этого сетового развития произошла за последние 20 лет. Технологии развиваются быстро, но большинство из ребят успевают за изменениями, в то время как родители не всегда так внимательны к происходящему, как хорошему, так и плохому. В интернете существуют подводные камни, но из-за темпа развития технологий, безопасность отходит на второй план. У социальных сетей есть как хорошая, так и плохая сторона. Все зависит от того, как мы их используем. Сначала мы рассмотрим хорошую сторону, а затем плохую. В следующих видео мы обсудим, что вы можете сделать, чтобы помочь своим подросткам справиться с опасностями социальных сетей. Одно из преимуществ заключается в том, что соцсетей могут помочь удовлетворить нужды подростков. Одним из самых первых людей, который изучал развитие подростков, был Стэнли Холл. Он обнаружил три основные потребности, которые подростки стремятся удовлетворить в процессе своего вступления во взрослую жизнь. Самоутверждение. Кто я и кем становлюсь. Автономия. В чем я независим и чем отличаюсь от других. И самоопределение. Ко какой группе я принадлежу. Социальные сети могут оказать влияние на все эти потребности. Там у ребят есть своя личность, свой образ. Они могут показать, кто они такие, через свои фотографии и посты. У подростков при виртуальных отношениях самовыражение происходит легче. Некоторые подростки экспериментируют с разными типами личности. Социальные сети также могут помочь ребятам быть самостоятельными. В онлайн-общении они могут быть уникальными и независимыми от своих родителей. А еще социальные сети могут помочь ребятам найти место, где они принадлежат себе, свое сообщество. Независимо от того, чем интересуется подросток, он может найти в сети других ребят схожими интересами. Каждый принят и может стать членом группы. Еще одно преимущество соцсетей – это, конечно, дружба. Онлайн-общение помогает оставаться на связи в любое время дня и ночи. Друг всегда там, когда он нужен. Было установлено, что ребята чувствуют себя ближе к людям, с которыми они общаются онлайн. Подростки могут поддерживать связь с друзьями, которые живут далеко. У многих есть виртуальные друзья, с которыми они никогда не встречались в реальной жизни. Однако им нужно быть осторожными. Общение в сети не должно заменять живые отношения. Также многим подросткам легче говорить о сложных вещах онлайн, чем с глазу на глаз. Так они могут быть более открытыми, и им легче даются самовыражения. У них есть больше времени на обдумывание ответа. Кроме всего прочего, через соцсеты ребята могут помочь друг другу с домашним заданием. Если задание непонятно, ученик может сразу же обратиться за помощью к кому-то из своего класса. Однако у соцсетей есть и несколько минусов. Одна из главных проблем – это недопонимание. В сети есть только слова и нет других социальных сигналов, таких как интонация и выражение лица. Ребята могут использовать эмоджи для выражения эмоций, но все равно недопонимание может возникнуть. Или, если кто-то не отвечает в разумные сроки, ребята могут обидеться друг на друга и подумать, что что-то не так. Еще один минус – в интернете подростки ведут себя злие и бесчестнее. Известно, что они используют в интернете нецензурные слова, которые никогда бы не сказали в реальной жизни. Они чувствуют, что нет никакой ответственности и думают, что никто, кроме этого человека, не увидит, что они написали. Также в сети отсутствие чувства реальности, поэтому ребята могут говорить все, что хотят. Кроме того, им не видна реакция собеседника. Социальные сети также могут быть большой тратой времени. Ребята могут проводить многие часы в ожидании ответа или поиска чего-то интересного в сети. Так они могут стать менее активными в реальной жизни и потерять связь с Божьим творением. Кроме того, в соцсетях труднее создать глубокие и долгосрочные отношения. Зачастую такие отношения менее полноценны, и ребята становятся одинокими, что только усиливает их поиск дружбы в сети. Кроме того, в сети подростки общаются с ребятами, схожими по возрасту, ценностям и интересам. Это может привести к однообразию и узкому взгляду на жизнь. Как мы можем помочь нашим ребятам в общении в социальных сетях? Обсудите плюсы и минусы соцсетей. Не поучая ребят и не указывая, что делать, помогите им увидеть отрицательные моменты и то, что они могут сделать, чтобы их избежать. В конспектах к этому видео есть дискуссионная встреча на эту тему, которую можно провести со своими ребятами. Помогите им понять, что при общении в интернете важно не снижать планку нравственности. В послании к Колоссианам 3, 8-9 говорится, «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречия, свернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, соблегшись веткого человека с делами его». А в стихе 17 говорится, «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Бог не хочет быть лишь частью нашей жизни. Ему нужны все наши жизни, включая общение в интернете. Наш характер лучше всего проявляется, когда нас никто не видит. Спросите ребят, что мы делаем в интернете, когда нас никто не видит. Помогите ребятам использовать соцсети для поддержания отношений, угождая при этом Богу. Помимо того, что мы помогаем нашим подросткам общаться в онлайн так, чтобы это было угодно Богу, мы также можем использовать преимущества социальных сетей в нашем служении. Можно общаться с подростками за пределами церкви для поддержки и интереса, особенно с теми, кто перестал приходить в церковь или на группу. Некоторые подростки будут более откровенны с вами в сети, чем в группе. Помимо индивидуального общения с подростками, можно организовать групповой чат с ребятами. Попросите ребят сказать вам, на какой платформе они предпочитают иметь свою группу. Возможно, кто-то из них даже поможет вам создать ее и управлять ее. Кроме того, через социальные сеты новые подростки могут познакомиться с вами, вашей программой и христианским целом. И, наоборот, вы можете лучше узнать своих подростков через то, что они публикуют. Итак, плюсы социальных сетей, они помогают удовлетворить потребности подростков в идентичности, автономии и сообществе. Они помогают им общаться с друзьями, как близкими, так и далекими. В интернете им легче выражать свои мысли, и они могут получить помощь в выполнении домашних заданий. Минусы социальных сетей они часто проводят к недоразумениям и конфликтам. Ребята становятся более грубыми и нечестными в сети. Они могут тратить много времени на поиск информации. Отношения в онлайн-мене полноценны, чем приличные встречи, что может привести к одиночеству. Подростки также начинают путать фантазии и реальность. Мы можем помочь ребятам увидеть ценность социальных сетей и избежать от некоторой их опасности. А на сайте ИПС не забудьте ознакомиться с дискуссионной встречи для подростков о соцсетях, которые находятся в конспектах к данному видео. Спасибо за просмотр этого видео. Пусть Бог благословит вас, когда вы помогаете ребятам жить для Царства Божьего. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!